Рефери открытого первенства Гродненской области по Кёкюсенкан Сергей Кротов приехал из города Барановича. Говорит, на турнирах такого уровня конкуренция всегда зашкаливает, а желание ребенка победить, доказать тренеру, родителям и друзьям, что он лучший, становится сильнее всего. Поэтому и накал страстей по ходу спортивной борьбы нередко достигает максимума уже в первые секунды боя. Уровень организации турнира мне очень понравилась. Много детей, массовость, техничная работа, выступают очень хорошо. И самое главное, что все дети приехали за победой. Отрадно видеть многие города. Накал, накал, еще раз накал. Квалификация детей высокая. То, что Кёкюсенкан занятий для настоящих парней и девушек, сомнений нет. Но для того, чтобы стать мастером высочайшего класса и получить черный пояс, надо тренироваться с детства, как это делают юные участники турнира. У зрелищного вида спорта, как правило, много яростных и безудержных фанатов даже среди абсолютно неспортивных людей. И если для болельщиков каратэ-бои это прежде всего яркие эмоции, то для участников турнира каждый поединок еще и настоящий экстрим. Бой на татаме, бой на соревнованиях – это всегда драйв, это всегда ощущение адреналина. И человек, который прошел вот такие тесты, можно сказать, он прошел школу решения проблем в экстремальных ситуациях. Я рекомендую все-таки всем пробовать не только заниматься единоборствами, но создавать искусственные, подконтрольные экстремальные ситуации для того, чтобы в создавшихся неожиданно этих экстремальных ситуациях выходить из них с честью и с достоинством. В рамках турнира прошел рейтинговый бой среди мужчин в среднем и полусреднем весе, а также бой юниоров по правилам Синкен-Сёбу с ударами рук в лицо и борьбой. Немало зрителей собрал и открытый чемпионат Белорусской ассоциации Кёки-Синкай по Атаме-Сивари, победителем которого стал 25-летний обладатель черного пояса из Гомеля Владимир Атаманчук. Ему удалось разбить 18 досок. Заряд энергии получили и участники, и зритель. Ну а самым волнительным и торжественным моментом стало награждение победителей открытого первенства по Кёки-Синкан. Два дня юные каратеки боролись за призовое место и право подняться на пьедестал почета. И те, кому взобраться удалось, эмоции не скрывали. Победа для меня – это чувство, когда ты понимаешь, что ты доказала, что ты не просто девочка, которая может красоваться в зеркале, краситься и ходить в платьишке. Ты доказала, что ты можешь тоже постоять за себя, как и тот же мальчик. Третий бой был самый жесткий, и там соперник достойный, следы. Это не моя первая победа, это уже, по-моему, седьмая. Когда ты занимаешь первое место, ну это радость всегда. У победителей первенства в этом сезоне еще несколько турниров. Ближайший, на котором соберутся дети от 8 до 13 лет, состоится в Минске уже 5 мая. Ну а остальные победители данного первенства, те, кто постарше, осенью вновь поспорят за звание сильнейшего, на этот раз на уровне республики. Алла Внучко, Агаджан Батарджанов, Новости, Гродно+.